В своей борьбе они уже прошли две инстанции. Жители дома 44-54 по улице Рахова судятся не с кем-то со стороны, а друг с другом. В очередной раз суд встал на сторону меньшинства. 12 собственников не согласны с легальностью организованного своими соседями товарищества собственников недвижимости. А приори против и действий созданной организации. Товарищество собственников недвижимости, другими словами ТСН, форма управления, которую большинство жильцов выбрали на общем собрании. Собственники решили сами обслуживать свой дом и составлять платёжки. Раньше документы присылала управляющая компания. Но в декабре 2014 года она сложила полномочия, оставив жильцов один на один с долгами и коммунальными проблемами. Вот такая была вся канализация. Коммуникации чинили уже сами собственники. Кусок ржавой трубы оставили не то на память, не то, как доказательство бездействия прежних управдомов. Сами починили лифт и следят за домом. Как могут, денег на всё сразу не хватает. Да и долги тянут. Со старыми и текущими проблемами можно было бы справиться быстрее. Прояви сознательность отказавшиеся вступать в ТСН-собственники. «Получилась какая ситуация. Они апеллируют на Конституцию. То есть есть у них конституционное право всё это оспорить. Они считают, что это неправильно, так скажем. Хотя складывается такое впечатление, что они просто не хотят платить за квартиру. На данный момент у каждого из них, из этих 10 человек, скопилась задолженность по оплате порядка 100 тысяч рублей на каждого». Разногласия дошли до того, что соперники оказались в суде. Представителям Фемиды одни приводили доводы за ТСН, другие выискивали выгодные для жильцов формы управления подводные камни. «Тариф на отопление у нас 0,03 с квадратного метра гикокалорий. Норматив, поскольку нету приборов учёта. Смотрите здесь. Приписка. Объясняйте, что за приписка? Приписка, выраженная в завышении норматива, а, соответственно, в завышении платы». ТСН – выход, утверждает большинство. Ведь теперь в доме хотя бы исправный лифт, отремонтированная крыша и коммуникации. Чем недовольны их соседи, собственники до сих пор не понимают. «Эта группа, которая, вы знаете, будет другой председатель, да, они будут опять недовольны. Это вот такие люди. Мы сегодня видим нормальные отношения. Мы сегодня видим, что начинает работать ТСЖ. Зачем вот эта горшка людей баламутит всех?» Тем не менее, в Октябрьском районном суде приняли решение не в пользу большинства. ТСН признали незаконно созданным. Не отменило решение и коллегия в областном. Однако жильцы, спасшие свой дом от разрухи, готовы продолжить бороться за него. «В конституционной инстанции Саратовский областной суд только президиум конституционной коллегии. И далее, если опять-таки не добьемся результатов, до Верховного сада обязательно». Их соседи-оппоненты, по мнению жильцов, также готовы судиться до победного, вместо того, чтобы жить в спокойствии и согласии. Екатерина Сграничная, Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов-24.